Задорными казачьими песнями и традиционным хлебом солью встретили сегодня жителей нового микрорайона, который буквально за полгода вырос в окрестностях Чигирей. Новый дом здесь обрели жители пострадавших от наводнений сел Устивановка, Владимировка, Прячино и Градеково. Среди них и Наталья Матюшкова. Новоселье они с мужем ждали целый год в пункте временного размещения. Потихоньку уже начинаем переезжать. На данный момент все отлично. Но зима покажет свое, как что будет зимой. Самое главное пережить зиму. А для властей главное благоустроить новый микрорайон. На сегодня дома уже подключили к электричеству, водоснабжению, септикам и заасфальтировали одну из центральных дорог. Всего по федеральной программе здесь уже построено 34 дома. Рядом участок застраивает первый канал. Он же в рамках своей благотворительной акции пообещал установить детскую площадку по современным стандартам. Я надеюсь, что вам будет здесь жить комфортно. Наше село, конечно, очень трудно назвать сейчас селом, потому что население нашего села, поселка, можно сказать, уже перевалило за рубеж 10-тысячный. Я надеюсь, что вместе мы будем его развивать, что вы будете рачительными хозяевами в своих домах, на своих подворьях. А главной достопримечательностью нового района Чигирей стал Центр дошкольного развития ребенка. В этом саду будут воспитываться 40 детей. Интересно и то, что сами жители могут придумать название новому микрорайону. Районные власти намерены в ближайшее время объявить конкурс. Кристина Добровольская, Александр Матвеев. Программа «Город».